Всем привет, ребятушки, с вами Юранка, и мы продолжаем прохождение Ана Метал, или не Металлический, нажмите Хэ для продолжения, часть 9, в сердце Иерихона. В сердце Иерихона вообще-то находилось... Я приступил порог здания Мега, сердце операции Иерихон. Хорт Операция Джерихон. Давай. Это было холодно-тёмно-промышленное сооружение, заставленное контейнерами и бочками. Everywhere, я говорю, повсюду. О-о-о! Справа от меня была комната охраны, где следили за камерой по периметру. Мерзкий тип, который этим занимался, уже спешил за своей пиццей. А вот и он, не подозревая, что я его облапошили. И что жизнь бывает жёстче, чем... чем... вчерашки по перроне. Отдавай пиццу и проваливай. Конечно, держи, дружок. Какой я тебе дружок, дядя? Да, она вообще ничего не весит. У вас пицца становится тоньше с каждым часом. Оп. Да тут нихрена нет. Куда ты делал мою пиццу? Теперь посмотри на коробку. Что, где? Бабах! Опс! Братан, зубки вылетели. Всё, отдыхаем в умудре здания Омега. Лол. Не оставалось добраться до крыши и молиться, чтобы вертолёт ещё был там. Додо пицца. Прикинь, если доставщики пиццы так же бы в Яндекс.Еде бы работали. В табулоте просто прописали. Когда я взлетел этот комп, я увидел, что кое-что любопыт среди металлических внутренностей. Ну-ка. Толстенный кабель, сбирка и огласивший кабель сигнализации первого этажа, беречься повреждениями. Перережьте провод. Так, телеки все накрываем. Всё, ребята, камеры не работают, экономим электрицу. Чубайс приехал. Всё. Эх, не сберегли. И перед этим кабелем сигнализация на этаже больше не сработает. Всё, ребята. Даже если я нужен, сохранники не смогут поднять тревогу. Хорош. Ну и нормально. Так, нужно попискать давай, горшочек возьмём с тобою. Попискали. Хорош. Погнали дальше. Допастность этого комплекса была на высоте. Даже охранники там отличались от остальных. Они были... ...скандинавыми терминаторами. Батюшки, мы пускали, что это будет скандинавыми терминаторами. Прямиком из Скандинавии. Они не только славили свои силы и внусливости, но и спали очень чутко. Ребята, простите, пожалуйста, ск... ...скандинавцы. Но я вынужден вас отправить поспать. Тихо. Терминатор это такое себе удовольствие. Всё, отдыхаем. Хорош. Похоже, я застыл, говорит. Но бывает чё-ничё страшного. Чё-то как-то мне это не нравится, ребята. Ребята, вы чё, прикалываетесь, что ли? А как мне... Вы чё... Вы чё, ребята? А, я... Короче, в них бьёшь, а они... Чё за бред? Вы чё, стебётесь надо мной, что ли? Какие скандинавцы? Чё за бред? Может, надо было тогда других просто выбрать терминатора, и мы бы их реакторомагнитными, наверное, гранатами вырубали. Чё за бред? Давай, ну-ка, эть! Всё, пускай тут отдыхают. А можно так вот ещё сделать. Опа! Всё, спим. Упокойных снов. Четвёртого уровня карты нужна. Не знаю, как здесь проходить. Чё-то вообще какая-то жесть. Дичь какая-то. Оп, тихо! Отдыхаем! Нитбэкоп, говорит. Всё, отдыхаем. Включение магазина. Мы заберём. Спасибо, ребята. Как-то добыть нам. Чё нам делать. Не, можно было... Куда он... Куда он намчал-то? А идёт сюда обратно. Ааа, всё, хорош. Лол, развели дурочка. Ну да, чтобы они тревогу не поднялись, что мы с тобой могли здесь спокойно так пройти, отдыхаем. Всё равно, правда, проснётся. Ну ладно. Мы с тобой хотя бы... Да, наверное, надо было, как я понимаю, всё-таки нам с тобой выбирать, что это терминатор. Мы бы их сейчас вырубали бы так. Опа, тихо. Ага, всё. Тоже, чем-то мне Вольфи Шейн напоминает, по-моему, вот эта игра, потому что они такие же квадратные, все шестигранные. Чё с ним делать? А, монетка, если только монетка привлечь. Лол, монеток-то нету, хэллоу. Чё делать? Ага, вот так вот можно было делать. Да лол! Отдыхаем. Покойной ночи, братан. Тихо, погоди, нам нужно перевязаться. Всё, сердце Верихона, подняли. Верёвки забрали. Зачем верёвки нужны, правда, ещё раз в Ториске непонятно, думаю, сейчас мы скорее всё-таки всё выясним. Давай, братан, отдыхай. Вы можете связать скандинавтов при помощи шнура, пока тот не проснулся. Ага. Всё, хорошо, ладно. Всё, братан, отдыхаем. Всё, теперь будем знать. А почему мне раньше никто об этом ничего не сообщал? Интересный вопрос такой, да? Тихо. Тихо, ребята, тихо. Всё? Теряли меня из виду. Тут такой... Ну... Всё, туда отдыхаем, братан. Сейчас у меня тихо, потери крови. Пускай здесь валяется. Так, подожди, сейчас мы с тобой. Можно было, конечно, скрыто пройти, но мы, ребят, с вами не ищем легких путей, как говорится. Всё, давай, хп-шечка восстановилась, хорош. Верёвку, верёвку достаем. Я будем их связывать. У меня хп вообще чуть медленно восстанавливается, потому что нам с собой, походу, целую кучу понабирали. Мы с собой здесь помидорным соком накапали на полу. Давай, 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 восстанавливайся. Оп, тихо, братан. Всё. Вдыхаем. В одной боку клаточки я нашёл несколько коробок. Ага. У них были гранаты, ракеты, аптечки. Да, слушай, нет, аптечки нам не нужны, у нас их так, целая куча. Гранаты у нас, в принципе, тоже с тобой есть. Я думаю, ракеты лучше будет, да, вариант? Давай ракеты выпускай. Ракеты лучше, более лучший вариант. А, ракеты у нас тоже под максимум, надо вот и граната выбирать, ну ладно. Всё, сейчас мы его сейчас затачим, пускай здесь отдыхает. Давай, братан, всё, мы его повязали, так сказать, мужика. Ага, карта четвёртого ловола нам требуется. Теперь осталось только её найти. Тихо, 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 тихо. Тихо, всё, отдыхаем, братан. Всё, хорош. Ага, как у нас тут, где верёвки есть? Момент. Как-то надо теперь их вырубить по отдельности, потому что иначе они сейчас уработают. Надо пописать на горшочек. Давай, на горшочек пописаем. Всё, пописали на горшок, хорош. Так, думаем дальше. Как-то может что-то бросить, чтобы его отвлечь, я уж не знаю. какой ещё вариант есть? Гренку закинуть разве что только. Кстати, как вариант потом его вылечить. Этому горенку закинуть, а того просто отдубайся. тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Тихо, сейчас мы берём аптечку. Так, аптечка, давай. братан, ты что-то не вовремя проснулся, по-моему, мне так кажется. Всё, отдыхаем. Покойной ночи, малыши. Связываем, всё, хорош. Ещё раз пописим. Так, всё, это мы забираем с собой. Скандинавцы, что за бред вообще терминаторы, скандинавцы, ребята, это чушь какая-то просто, а? Сфральник, умывальник. Всё, пописим. Хорош, горшки освободили, всё у нас теперь горшочки чистенькие. Можно гренку тоже ему закинуть, в принципе, как вариант сюда. А, можно было и так сделать. Тоже как вариант. Ну, их только двое осталось, все остальные связаны, так как мы сделали. Лол, они вообще ни о чём стоят, даже ничего не понимают, что происходит. А мы сейчас вылечим его. дожди. Я закончил аптечку, счастье, шкаф в лазарете был переполнен. Да ты чё, стебёте что-нибудь надо мной? Халлоу. Трандец. Хорош! Тралите, что ли, меня? Давай заново, погоди, пускай гробнут. Давай думать, давай думать, потому что если мы вырубаем одного, знаешь, что мы сделаем? Лучше, драться с ними, не знаю. А, ну знаешь, что я сделаю? Оп, здрасте. Оп, тихо, уработали. Тихо, отдыхаем. Отдыхаем, ребята. Так, быстренько забираем, берём перевязочку. Хорош, хорош, хорош. Перевяз... Оооо, всё, подлечились. Пописали. Всё, хорош, засейвились, пописали. Пописали, ребят, всё, валяемся, отдыхаем, всё у вас в порядке. Давай, поехали на второй левел. Флор, так сказать, а, флор ту. Флор ту. У нас опять сейв произошёл. Так, третий левел, сюда мы идём. Оп, тихо, Фрис, стоять, замёрзнуть. Руки вверх. Интересно, с доктором Копмана долгая история, но специально для вас я могу её сократить. Дед какой-то, походу, да? Вкратце, давай. А, вкратце. Не торчим уже несколько часов, мистер Фокс, так уж, пожалуйста, не надо рассекаться под таков. Медленно опусти на землю. Это нестабильное ядро изотопа урана 235. Прикинь. Всё в порядке, не кипятись. Прикинь. Изотоп 235, а теперь вернусь медленно. Боюсь, медленно не получится. Мы работаем в двумерной среде. Так что я могу поворачиваться только на углы кратно 90 градусов. Вернусь на 90 градусов дважды. Так-то у нас, мозг всей операции. Тебе это с рук не сойдёт. Операция Рихон умрёт вместе с тобой. Опа. Всё в порядке, доктор Хопман. А это ещё кто? Может, у него пушка? Прикинь. Постойте, вы сказали доктор Хопман? Ваша фамилия Хопман? Да. Обращайся с жизнью, доктор Хопман. Стойте, я не хотел, меня заставили. У них моя дочь. Вот это да, дочка эта. Они сказали, что убьют её, если я откажусь. Дочь, где они её держат? Они... Она работает врачом в здании Альфа. Здание Альфа. То самое, где я встретил доктора своей мечты. Внезапно кусочки пазла сложились воедино, и я понял. Ага, в корпусе Альфа было два врача. Аначе дочка и учёного мой разминулись. Это не у меня, и не у меня. Извините, важный звонок. Привет, дорогая, и сейчас не самое подходящее время. Для меня у тебя вечное подходящее время, папа. Я знаю, знаю. Голос на неё похож, но моё положение действительно весьма катастрофично. Почему? Потому что какой-то мужчина оставил на меня пистолет. Что? Кто он такой? Я не знаю, кажется, он не из местных. Думаю, я знаю, кто это. Спроси, не Джесси, Леон Фокс. Сейчас. Простите, а вы не Джесси Фокс? Джесси Фокс? Леса, да. Леса. Да, это он. Вы знакомы? Милая, алло? Сейчас позвонит, походу, по рации ему. Она отключилась. Упс, теперь у меня входящий. Джесси Фокс на связи, приём. Скажи, что ты там вытворяешь? Доктор, ого, привет, как ты там? Да, немного расстроена от того, что держишься на пушке моего отца. Что, отца? Твоего отца? Да. Доктор, этот человек не твой отец. Что ты имеешь в виду? Это мой отец, говорю тебе. Да они хотят, чтобы мы так считали. На самом деле, он отец другого врача из твоего корпуса. Что? Тут нет других врачей, здесь одна, одинёшенька. Это они пытаются убедить нас в этом, они манипулируют нами. И вы твой отец специалист поеданной химии, который работает в здании Омега? Да, это он. Улики были неоспоримы, сомнений не было. Кроме двух докторов было ещё и два учёных-папаши. А-а-а! Ужик, который стоял предо мной, тоже был учёным, у которого дочурка-врач. Неужели? Тогда объясни мне вот что. Как у такого славного человека, как ты, посвятившего свою жизнь заботе о других, может быть, отец, собирающийся забрать миллионы жизней? Да что ты такое говоришь? Мой отец хороший человек, он блестящий учёный, а не убийца. Человек, стоящий передо мной, работает с ураном для ядерного оружия, которые вскоре сотрут с лица земли и целые города. Что? Нет, этого не может быть. Прикинь? Вот видишь, я же говорил тебе, он не твой отец. Как с ним поступить? Убить его? Что? Нет, погоди, скажи ему, что... Всё, бабы схватили. Доктор, я не разбираю слов, когда вы так бубните себе под нос. Доктор? Она отключилась. Зачем ты ей всё рассказал? Теперь моя дочь возненавидит меня. Не волнуйся, она никогда не была твоей дочерью. Она другой доктор. Да пойми ты, это один и тот же человек. Это они хотят, чтобы мы так думали. Играя, стоя в игры разума. Где тут крыша? Наверху? Умник, нашёлся, это я и так знаю. Я имею в виду, как мне туда попасть? Крыша наверху. Крыша же, поехал по у всех и не тяни резину, понял, сегодня неправильный ответ, и я стреляю. Я не думаю, что вы способны на это, вы не похожи на убийцу. Неужели? Бабах! Упс! Что ты наделал? Это был несчастный случай. Сорян, братан! Всякое бывает. Давай, просыпайся. Ой, да тут всего лишь царапина. Давай, приятель, вставай на ноги. Всё, хорош. Вылечили, мужика. Я повторяю вопрос последний раз. И на этот раз я не промаханусь. Простите, что перебиваю, но вы не промахивались, а попали в меня. Да, так и есть. В этот раз я в доктора играть не собираюсь. Как мне попасть на крышу? Есть лифт, который туда идёт. Просто поднимайтесь вверх до упора. Вам понадобится пропуск четвёртого уровня, чтобы выйти наружу. Ну, в таком случае, дай мне пропуск четвёртого уровня. У нас его нет. У нас только третий уровень доступа. Клянусь. Дерьмо, придётся его искать. Дойдите к карту доступа к четвёртому уровню. Которые концов, я рассказал ему о побеге полковники Харрисе. О том, что обещал ему вызвать подмогу, если мне удастся сбежать, это дал доктору Хоппана и его команде небольшую надежду на спасение. Он пообещал, насколько это возможно, задерживать подготовку урана для операции Эрихон, после чего я попросил помочь мне сбежать. Однако он побоялся, что об этом узнают, и его дочь поплатится за его измену. Поэтому он решил сохранять нейтралитет, но всё же добровольно поделился какой-то информацией. А это куда сбежал? Хэллоу. Как там этот? Ээээ... Движение это жизнь, сказала моя крыша и поехала. Всё, давай. А как? Хэллоу? Поговори со мной. Короче, понятно, какую важную информацию хотел сообщить, ребяточки, пока у нас с вами сранник-умывальник здесь рядом стоит. Давайте засейвимся, и следующая серия тогда мы с вами продолжим. Так что пока что это всё. Я не знаю, конечно, как мы с вами... Пока мы найдём эту карту, я думаю, как раз следующая серия может быть минут на 10, тирана 20 она выйдет как раз. И норма. Я так чувствую, что мы с вами уже приближаемся к концовке, так что скоро ждайте уже конца игры. Так что пока что это всё. Не забудьте ещё раз подписаться на канал, поставить лайк, поставить лайк, огромное спасибо за меня. До новых встреч, если не переключайтесь, буду очень много крутого и не менее интереса. С вами ваша Ранка. И пока-пока, ребятушки.